Объект повышенного внимания властей и местных жителей. В понедельник ход строительных работ в московском микрорайоне осмотрел мэр Владимир Шарипов и депутат Государственной Думы Юрий Смирнов. Напомним, согласно проекту, здесь на месте болота появится новый сквер. Его территория будет разбита на несколько площадок. Игровую, амфитеатр, зону спокойного отдыха и занятий йогой, предусмотрена рампа для скейтеров. За строй площадкой наблюдают сотни окон. Многое корректируется на ходу. Мне повезло в том, что моя квартира находится на высоте птичьего полета и могу наблюдать каждый день, как работают рабочие. Очень приятно, что выходят даже выходные дни. И реально я не ожидала таких темпов строительства. Я думала, ну пока то да сё, пока разровняют, всё это уйдёт в зиму и не видать нам парка как своих ушей. Но я сейчас вижу, что всё. Вот-вот-вот-вот-вот уже скоро-скоро. Хотела спросить, будет ли такая возможность рассмотреть расширение некоторых дорожек, которые сейчас есть? Потому что 60 сантиметров, вот буквально здесь где-то эта дорожка, где можно посмотреть, но это маловато. Даже иногда порой с коляской пройти некомфортно, неудобно разойтись. Будет ли такая возможность? Может быть, как-то внести на рассмотрение? Я так понимаю, что расширение дорожек-то оно не будет ущербом для суммы, да, потому что мы сократим газонную часть. За счёт неё переделаем? За счёт неё переделаем. Ну, давайте, наверное, не все дорожки, а те, которые наиболее будут востребованы, да, самые узенькие, чтобы их решить. Я думаю, что это никакой проблемы здесь не составит. Жители микрорайона попросили для нового сквера побольше лавочек и зелени. Вот, учитывая опыт конкретно московского микрорайона, когда мы здесь два года назад сажали в рамках акции, и потом деревья у нас исчезали. Здесь мне подрядчик докладывает в прошлую пятницу, что уже шесть деревьев куда-то ушло. Я думаю, что тут надо как бы жителям самим подумать и подсаживать, и, соответственно, не надеяться только на город. Мы можем это всё координировать, мы можем обеспечить софинансирование. Я думаю, что это более будет и целесообразно, и более полезно для самого сквера, когда будет какая-то личная привязка у жителей района. Работы ведутся в рамках программы формирования комфортной городской среды. Однако на всё задуманное федеральных средств не хватит. Придётся добавлять городу. Часть работ перейдёт на будущий год. Например, подъездные пути городские власти постараются включить в проект безопасные и качественные автомобильные дороги. Что касается дорог. В следующем году в проект безопасные и качественные дороги входим, начинаем делать, конечно, прилегающую сначала территорию к скверу. И дал задание посмотреть те дороги, которые здесь до сих пор в Граве остаются, чтобы их тоже включить. Плановый ремонт картами мы выполняем. Я думаю, что вы видите, что ямочный ремонт начал выполняться последние два года. После того, как мы у ДСК эту землю забрали. То есть, по крайней мере, уже нет той проблемы, которая была ещё два года назад, когда у нас тут были страшные ямы, а мы просто не могли физически тратить деньги на дороге. Но говорить о том, что, например, в течение одного года мы переложим все дороги в московском микрорайоне, я не могу. Потому что есть приоритетность. Мы согласуем с ГИБДД. Будут публичные слушания. Буквально, по-моему, на этой или на следующей неделе можно на сайте администрации посмотреть. И там будем как раз обсуждать, с чем мы будем заявляться по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». От сквера будет организован выезд к торговому центру «Ясень». Запланированы дополнительные парковочные места и ливнёвки. Но это, как и всё, что касается дорог в следующем году. Основной объём работ подрядчик должен выполнить до конца этой осени. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.